МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 29 июля эти кадры облетели всю страну. На перегоне Гремячая Котельникова сошел с рельсов пассажирский поезд номер 491 «Казань-Адлер». Причина – столкновение с груженным КАМАЗом. В ясную погоду состав был виден издалека, но водителя это не остановило, как и предупреждающий сигнал светофора. Грубо нарушив правила, он буквально вылетел на железнодорожный переезд. Состав двигался со скоростью 65 км в час. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Слишком маленьким было расстояние. Пострадало 9 вагонов. Одни накренились, другие опрокинулись. После Волгограда, через сколько-то километров, тоже услышали, что сигналы подавал поезд движущийся. Также, получается, было понятно, что стоп-кран сработал, потому что было резкое торможение, и нас потянуло в одну сторону. Ну и потом пошел крен. Восьмой вагон, получается, тоже упал. А вы в восьмом ехали? В восьмом были, да. А с кем ехали? Мы с детьми сможем. Ну и потом потихоньку, когда поняли, где вверх, где вниз, осознали, что надо куда-то вставать, выбираться. И уже выбирались. Близко были просто к выходу. Помогали тоже кому-то перетаскивать вещи. И, соответственно, выбираться. Ну, страшно было. Ну, это сейчас понятно, что страшно. Тогда нет. Не было страшно. Просто было желание быстрее оттуда выйти, чтобы были минимальные потери. В поезде ехали более 800 человек. В основном семьи с детьми в отпуск на море. Пассажир из первого вагона рассказал, что его путь лежал в Армагир. До своей станции он не доехал совсем немного. Неожиданно, быстро. Я проснулся от палочка вообще. Потом вагон начал переворачиваться. Нам повезло. Нашу линию лапа, как бы, опора, точнее, вагон держала. Остальные уже рухнули. Люди кричали? И как вообще у вас здорово? Кричали дети, напуганы были. А как выбирались люди? Стекла выбивали. Потом снимали детей и женщин с вагона. Кому-то помощь понадобилась в вашем вагоне? Да, у нас проводница там, ранения, стекла выдать. Среди пассажиров группа школьниц из набережных Челнов. Сели в поезд в Казани. Ехали в Сочи на танцевальный конкурс «Хрустальный дельфин». Они у нас молодцы. Они как-то сгруппировались, сорганизовались. И немножечко, ну, теперь уже у нас есть улыбки. Ну, мы продолжаем, вернее, желаем. Мы опросили всех, и мам опросили. Сильной паники такой не было, потому что у нас очень хороший руководитель, Расима Закирьяевна. Расима Закирьяевна, которая, значит, искала сумки нам. У нас все вещи, слава богу, в порядке. Мы ехали в шестом, и у нас оказались три девочки с бабушкой, вот с внучкой, и еще три девочки оказались у нас в седьмом вагоне. Поэтому мы, когда с шестого вагона нас всех эвакуировали, вот педагог как раз Расима Закирьяевна, она побежала, быстренько мы обошли вот этот вагон, мы вместе побежали, обошли вот этот головной состав. И, значит, там вот нашли своих девчонок. Наш не сошел, он накренился. Прямо на последнем колесе он прямо вот накренился. Но даже девчонки поняли, что шаг влево, шаг вправо, там за туфлей или там зачем-то там потянуться, то, наверное, может что-то... И поэтому нам была такая команда не шевелиться. Вот мы затаились, потом нам уже крикнули. Два стекла у нас разбили, но мы все вышли через дверь, мы вышли все через дверь. Там стояли мужчины, нас всех принимали, прямо молодцы, потому что это было высоко, он накренился же вот так, поэтому получается высоко было там прыгать. Нас всех, мальчики, мужчины, нас поставили, да. Сильно испугались? Девчонки, это вам отвечать? Очень, да. Да? Да. Ну, конечно. Кричали, нет, или наоборот? Кричали, да? Кричали. Но успокаивали. Мы еще, девочка у нас была такая хорошая девчонка, Азалия, она тоже схватила детей. Молчать, ну, молчать, молчать, дышать. Кто-то дышать, дышать заставляли. Но, слава богу, слава богу. Вот, а потом в поезде, я думаю, дышать, я возьму все-таки с собой наушку на трое. Еще до прибытия специальных служб пассажиры поезда начали действовать оперативно, не допускали паники и приходили друг другу на помощь. Это герой нашего дня, потому что именно этот человек, он не ждал МЧС, он спасал наш вагон, то есть он организовал всех мужчин в поезде, и благодаря ему, мы не дождавшись МЧС, все вышли на волю. Сначала детей, он как бы с мужчинами нашими поднял, потом женщин, потом уже сами все вышли. Да, и потом вот только мужчины, то есть он был до конца, пока поезда не вытащили все вещи. То есть поэтому наши вещи с нами, потому что именно Андрею мы живы-здоровы, и вот я не знаю, мне кажется, орден достоин человеку. Да что вы. Я работаю в Адлере, да, то есть работаю в школе номер 100, и вот я рада, что в наше время есть такие люди, которые не паникуют, вовремя сосредотачиваются, успокаивают людей, потому что у нас было очень много детей, и вот благодаря ему мы успокоились и сделали все до МЧС, благодаря Андрею. Мы ехали в Адлере, с женой и дочкой. Ну это было для вашего жанра, для вас отпуск? Ну конечно, раз в год ездим, всегда отдыхать. Мы очень много работаем, поэтому сейчас отдыхать ехали. Выехал КАМАЗ на перерез. Я не знаю, какие-то проблемы, может быть, с грузовиком, это тоже как бы не проблема такая наша. Поэтому выехал КАМАЗ, машинист экстренное торможение ввел. В каком вагоне выехали? Я ехал в четвертом вагоне с семьей. Помощь пришла быстро. Уже в первые минуты после аварии на место крушения прибыли расчеты МЧС и машины скорой помощи. Практически одновременно с ними приехали волонтеры и местные жители. Из Котельникова везли воду, продукты. Все хотели поддержать пострадавших. Спасибо гражданам Котельникова, которые тут же воду привезли, оказывали помощь. И вообще администрация до сих пор мы здесь находимся, люди привозят и покушать, и попить. И вообще очень рады. Такой заботы, таки внимания. Молодцы. Местные граждане вообще низкий поклон от всех. Местных много приехал, спасибо большое. Быстрые спасатели быстро приехали. Мы местные жители сейчас отвезли гуманитарную помощь в пункт размещения пострадавшим. Мы купили детям сок, разовые стаканчики и круассаны, потому что то, что требовалось, написали в чаты, что нужна выпечка. Дети охотно едят выпечку. Сразу, как только стало известно о крушении поезда, в регионе был создан оперативный штаб, который начал работать без промедления. Организованы пункты временного размещения, куда доставили 416 пассажиров поезда. О трагедии, случившейся, мы узнали через 10 минут после того, как случилось. И вместе с завхозом и с нашим коллективом педагогическим собрали воду. У нас запас воды всегда имеется в баклажках. И выехали на место происшествия. Здесь же был наш глава администрации Катерниковского района Сергей Анатольевич Панкратов. Я обратилась к нему с просьбой, что мы можем разместить детей у нас в детском саду. На что он оперативно ответил, да. Была готова к таким ситуациям. Недавно проходила курс. Привезли сюда, где оказали помощь медицинскую всю необходимую, психологическую, педагогическую. Накормили детей горячим питанием и взрослых. Медицинская помощь наш медицинский работник и врач-терапевт, который ехал на этом поезде. Она очень много сегодня работала и делала. На помощь пострадавшим выехали 32 бригады скорой. В небо подняли санавиацию. Трех тяжелых пострадавших, в том числе и водителя грузовика, госпитализировали в Волгограде, в региональный центр экстренной медицинской помощи на базе больницы скорой медицинской помощи номер 25. Состояние остальных пострадавших опасения не вызывает, говорят медики. Как только поступил звонок, мы сразу все выдвинулись максимально. Я снял всех врачей, которые были свободны, и мы все дружно выехали. 52 человека к нам обратилось, 24 было госпитализировано, из них 12 детей. Ну и 24 плюс 3 вот этих тяжелых, 27. Ну и сейчас продолжается амбулаторно. Люди с ПВРов приезжают, их осматривают. То есть у них какой характер сложный? Нет, в основном все средние тяжести, это ушибы и есть переломы. Из Волгограда приехала бригада скорой помощи, вы видите сколько их здесь. И с Октябрьского района сразу коллеги подтянулись. В Котельниковский район оперативно прибыл и губернатор Андрей Бочаров. Он навестил пострадавших в больнице. Слева уже в районе, там все складывается. Три человека находятся в чужом стоянии. Их 30 человек, значит их сегодня будут они конкурированы на спектакль. 25 марта, там будет оказывание необходимой помощи. Также глава региона проверил условия в пунктах временного размещения и рассказал пассажирам о том, как идет работа по устранению последствий крушения. Мы рассчитываем на то, что вас сегодня направить в опознание вещей, вещью взять поезда и направить по вашему направлению. Давайте поблагодарим, давайте поблагодарим, давайте поблагодарим. Из вагонов, не пострадавших в ходе крушения, был сформирован состав, который вскоре отправился на станцию вместе с людьми. На месте аварии остались 9 первых вагонов, 7 из них перевернулись. Необходимо было достать вещи, опознать их и в законном порядке передать владельцам. После того, как мы полностью убедимся, что вещи все переданы, личности людей установлены, документы у всех находятся на руках, если необходимо, будут им предоставлены определенные документы, если в случае там утери. После этого формируется новый состав. Новый состав в ближайшее время, в течение двух часов, прибудет непосредственно на нашу ближайшую станцию, будет ожидать людей. И после того, как мы передадим вещи, укомплектуем непосредственно общественным транспортом, то есть автобусами, люди будут доставлены из пункта временного размещения непосредственно к поезду. Вечером сотрудники ремонтных служб начали тянуть линию освещения. Останавливать работы ночью никто не собирался. Как только путь был освобожден от вагонов и разрешили движение по соседней колее, за оставшимися пассажирами пришел спецсостав, следующий в Адлер. На вопрос, не желает ли кто-то вернуться домой, а такую возможность готовы были предоставить, пассажиры поезда ответили отрицательно. Надо перебороть этот страх и продолжить путь на море. И мне кажется, что море нас приласкает. Отпуск был запланированный, поэтому да, поедем дальше. Мы дальше на море уже поедем. Мы же русские, у нас не испугает. А мы едем отдыхать дальше спокойно, без проблем. Всю ночь на ликвидации последствий крушения работали специалисты всех профильных служб. Более 300 человек и свыше 100 единиц различной техники. Прибыло два ремонтно-восстановительных поезда. К утру движение на этом участке было частично восстановлено. Наталья Полякова, Диана Зеленская, Виктория Зубкова, Кирилл Брага, Елена Заборщикова. Волгоградская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова